Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Ребята, со мной сейчас тут такое произошло. Хотите, верьте, хотите, нет. Тихий ужас. Называется реально тихий ужас. Сегодня в Сиднее очень жарко. Больше 30 градусов. И я ходила, и мне жарко, и жарко. Вы понимаете, какая-то дурная погода. Потому что несколько дней назад даже было 36 градусов. И вот я решила одеть вот эти штанишки. Я их купила в Алма-Ате 2,5 года тому назад, когда была последний раз. Как раз перед пердемоноклем. И вот они у меня лежали, лежали. И думаю, как раз достану на такую погоду, я хорошо в них по дому бегать. Одеваю, бегаю. И вот прошло несколько часов. Я не знаю, как я это обнаружила. Реально я не знаю. Может быть, где-то что-то поправить хотела. Может, где-то что-то зачесалось. И когда я вот здесь рукой потрогала, я думаю, что-то не то. Ребята. Та-ра-та-та-та-та-там. Та-ра-та-та-там. Жесть. Ну, это реальная жесть. Вы представляете, это новые штаны. А если бы я в них пошла куда-нибудь на улицу? Ну, ладно, там в театр в них не пойдёшь, но в магазин за хлебушком можно смотаться. Слушайте, какой это кошмар. Купила я на алматинской барахолке. Вот как сейчас помню. Потому что купила это Фэнди. Знаете, это, как говорится, Фэнди. Под Фэнди. Заплатила что-то очень дёшево. И да я это не к тому. А к тому, что, слушайте, вы же можете пойти, и потом, я не знаю, а что бы я делала, если бы я вот так на улицу вышла. Это же потом, потом, вот так бы пришлось мне, или вот так, или вот, или вот так. Как бы я домой возвращалась, какой ужас. Ой, вот такие мои, ребят, дела. Так что, когда покупаете вещи, на всякий случай проверяйте. Потому что здесь просто нитки были, я не знаю. Ну, какие-то, возможно, очень-очень дешёвые. Ну, вот такие мои дела. Так что, придётся мне теперь зашивать это на руках. Я не знаю, где у меня там швейная машинка. Одну я выставила. Одну я нашла. И где-то стоит у меня в гараже. Но то, что я не пользую швейные машинки, но они мне не нужны, нечего зашивать. Где-то её в гараж поставила. Так что, надо будет пойти или вот это на руках зашить. Слушайте, это и смех, и грех. Это вообще жесть. Вот так. Видите, какой материал симпатичный. Размер 52. Made in Kyrgyzstan. Ой, не могу. Слушайте, ребят, ну, лучше на нитке накиньте несколько тенге, но чтобы они не этот, каково. Чтоб они подороже были, не гнилые. Ну, чё ж это такое? Ну, это ж вообще... Это же... Это же кошмар. Кошмар, да и только. Но они по-любому мне очень нравятся. Здесь у них резинка. Здесь у них что? А, это обманка. Да, это обманка. Верёвочка какая-то. Кармашки. Вот такие классные штанишки. Так что придётся мне их ремонтировать. Чудеса. Чудеса да и только. Ну, коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Вот эту майку Фэнди тоже я купила в Алма-Ате. Очень хорошего качества. Очень хорошего. Не помню я, сколько она стоит. Не могу сказать. Я её уже несколько раз стирала. И она вообще как новая. И ещё кое-что купила. Вот эти тапочки купила. И только потом уже, когда, знаете, не сразу, а может, через год я заметила, что тут написано Фэд Ни, Рома. Ну, разницы нет. Потому что в Австралии такое не купишь. И ещё одни. Гуччи, муччи. Мои покупки с Алматы. И ещё одни тапочки нашла. Всё это куплено в Алма-Ате. В общем, вся гучная, версочная и т.д. и т.п. Ой, ребята, дорогие мои. О, какой кошмар. Днём сегодня я включала кондиционер. Было так жарко. И от одного начался страшный ветер и ледяной. Вот просто как будто сейчас снег пойдёт. ой, кошмар какой, кошмар. Ничего себе. Погода поменялась. Ну, наверное, поэтому. Вы знаете, что сегодня было? Сегодня я два раза днём спала. Может быть, это что-то было в небе. Не знаю, там давление какое, не давление. И целый день, я считаю, пролежала кыш. Знаете, у нас на балконе опасно стоять вечерами, потому что приходят вот такие огромные тараканы и несколько штучек всегда тут сидят. ужас, ужас, кыш. Что это там? Такое чувство, как будто кто-то ползёт по мне. Ну, в общем, эти все дни. Днём стояла жара, дышать нечем. В один день даже было 36 градусов. А в Австралии сейчас осень. Поэтому у нас в этом году 36 даже летом не было. У нас вообще лето было только практически один месяц. Я вот здесь встала в уголок, чтобы меня не намочило. Ну, вообще, конечно, тут долго не выстоишь. Ух! Пошла я внутрь. Ну, чё, Микиса, сходил на балкон? Я сходил. И? Чё там на балконе? Минуту, я ещё курил, и было, окей, сейчас после 5 минут апокалипсис. Микиса, расскажи людям апокалипсис. Сколько билеты в Сербию стоили? Две тысячи. Две? Тысячи долларов. Угу. Я. А сейчас ещё дороже стали, да? Ну, не знаю. Могут, мало откупили. Но и тут. окутые суммы. Ну, а кто-нибудь покупал, потому что, когда он пошёл покупать, ему сказали, билеты с завтрашнего дня дорожают, так что покупай сейчас. Я. Так что, может, подорожали, может, нет. Так что, Микиса сидит на чемоданах. Сидит на чемоданах. И? Нет. А куда ты в Сербии поедешь? В Сербию. В Сербию куда ты поедешь? А в Австрию? Нет. Так в Австрию. Бьёсом в Австрию. В Беч. В Вену. Микисон, а расскажи смешную историю, как ты с Любой и шёл в Австрию. И чё там было? Дали нам браћни кревет купотелу. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо а нам два, пособно кревета, сингубец, и они нам дали. Так что в этот раз он вместе со своим приятелем в Сербию, получается так, что Микец улетает в Сербию, а его приятель, с которым он шел в Австрию, как раз в этот день прилетает в Австралию. Ой, ребята, как там дует страшно. Господи, а-а-а, я думаю, кто там кричит, а вот там люди в конце улицы идут. Ребят, ветер реально, как будто сейчас пойдет снег, дождь ледяной. Как быстро все поменялось за секунду. Бедные мои пики, там все замерзли. Дорогие мои зрители, а с вами была Элла Австралия. Я желаю вам всем мирного неба над головой и огромного здоровья. Увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие.